Когда стало понятно, что нет террористов и нет террористических групп, начала озвучиваться версия, что это был госпереворот. Вообще сам позор, когда президент республики отдает такой приказ. Сам позор, когда собственные военные сотрудники Комитета национальной безопасности стреляют в своих же мирных граждан. Еще больше позор, когда люди убиты, эксгумируют, а совсем позор, когда эти люди не могут узнать, вернее, родственники из людей не могут узнать, за что их дети убиты. Какое-то правовое государство. Суды у нас никто не обращается. Полиция у нас полностью коррумпирована, мафиозна. У нас люди боятся обращаться в полицию. У нас полиция боится больше, чем бандитов. Я сказала, что 208 у нас погибших, 70 у нас без вести. Я принципиально их не публикую. Я хочу, чтобы власти опубликовали, и мы сверили с нашими. Есть и те люди, которые считаются по нашим спискам погибшими, в списках, которые опубликуют власти. Мы сейчас тонем. И тонем глубоко. Добрый день. У нас сегодня в гостях Бахаджан Таригожина. Мы в гостях у пространства «Дом». Большое спасибо за то, что нам дают возможность здесь разговаривать, здесь общаться с нашими гостями. Бахаджан, вам огромное спасибо, что согласились на разговор. И огромное спасибо и уважение той деятельности, которой вы занимаетесь. Скажите, пожалуйста, вот ваш уже сейчас знаменитый список жертв, которыми вы стали заниматься сразу в январе, который начинался, по-моему, первая публикация была 17, да, вот человек, 17 жертв. Вот на сегодняшний день у этого списка какой статус? Вот список жертв январских событий. То есть он каким-то образом прокомментирован властью или какими-то органами, он кем-то из чиновников или из представителей власти подтвержден? Или наоборот опровергнут? Или вообще говоря, вот что с этим вашим списком? Ну, этот список, на сегодня в этом списке у нас 208 человек, и 70 человек у нас считают без вести пропавшими. Наши власти прокомментировали этот список тем, что там не полная информация, либо не совсем достоверная. Мы согласны с этим. Почему? Потому что мы эти списки собирали из социальных сетей, собирали с публикаций, которые давали родственники, журналистам интервью, собирали с телефонных звонков. Да, там есть фамилии, которые неправильно записаны со слов. К сожалению, очень много родственников, они говорили нам имена своих детей, так как они их говорили дома, в обиходе. По документам они проходят под другими именами, даже под другими фамилиями. Некоторые родственники информировали нас о своей беде, и в силу испуганности, в силу того, чтобы не было будущим проблем, они своих детей даже говорили под другими именами. Сейчас, когда мы проводим документирование, эти факты у нас выявляются, и мы исправляем фамилии, которые, допустим, неправильно написаны, имена, да. Да, есть, мы с этим согласны. Но учитывая то, что мы за эти три месяца, четыре месяца пытались постоянно, делаем запросы как правозащитная организация, запросы в генпрокуратуру, запросы в статистику, запросы МВД, УИК, даже в администрацию президента, нигде, ни от кого мы не получили не то, что списки фамилий, имен, а даже количество тех, которые проходят. И все это они аргументируют нам тем, что якобы это защита персональных данных. Я прошу прощения. То есть я правильно понимаю, что за эти три месяца со стороны государства не было никакого собственного списка и никакого, на самом деле, не то чтобы подтвержденного, а хотя бы озвученного списка погибших, которые бы власть дала. То есть они только говорят, что ваш список не вполне точный. Они озвучили на сегодня, что погибло 230 человек, и 8 человек погибли в результате пыток. То есть они говорят цифру 238 человек. Пофамильно они только озвучили 19 военных, которые погибли. Они похоронились почестями, они назвали их имена. Почему-то в этом случае персональные данные почему-то на них не распространяются. Они дали им ордена, они им дали материальную помощь, и некоторым даже выделили квартиры. И причем об этом они говорят со всех рупоров, со всех телеканалов государственных СМИ. В отношении мирных граждан я считаю и всех мирными, потому что есть презумпция невиновности. Я считаю, пока государство нам не докажет виновность этих людей и в суде, и не приведет факты, что они готовились к каких-то террористических лагерях, где они учились стрелять из оружия, где не покажут в ведомости, что они получали за это деньги, пофамильно, я считаю, что все граждане, которые погибли в ходе январских событий, это мирные граждане, и поэтому мы не можем верить словам, которые озвучиваются на всех различных пресс-конференциях, о том, что якобы там 65 – это были нападавшие, а 30 – это те, кто пострадавшие. То есть буквально они не приводят никаких... 65-30 – это процентное соотношение? Нет, количество. А количество людей? Да. И причем они сказали, что у них, по-моему, около цифры, сейчас я не помню, около чуть больше 60 человек якобы были в других городах погибшие. По нашим данным, это разнятся где-то на 15 человек больше. Я сейчас не публикую списки, которые мы собираем, только потому, чтобы, когда ждем, когда будут опубликованы списки государства, и мы посмотрим, насколько это правдиво, потому что наши списки, которые мы собраны, мы собирали от первых лиц, потому что сейчас мы все проверяем, выходим непосредственно на эти семьи и подтверждаем ту информацию, которая у нас была в социальных сетях. Да, на меня выходили несколько раз и попросили, Бахшана Мангалиевна, опубликуйтесь в вашей последней списке. Я сказала, что 208 у нас погибших, 70 у нас без вести. Я принципиально их не публикую. Я хочу, чтобы власти опубликовали, и мы сверили с нашими. Есть ли те люди, которые считаются по нашим спискам погибшими, список, которые опубликуют власти? — Говорили о том, что люди невинно пострадавшие, случайно погибшие, что им начали или начнут выплачивать компенсации. То есть это происходит? Вам об этом известно или нет? — Да. Дело в том, что сейчас выплачиваются компенсации. Мы поднимали этот вопрос перед правительством, когда начнут им выплачивать компенсации, и перед фондом «Казахстан-Колхна». И мы действительно встречались непосредственно с Ура Залейчем Джандосовым, который входит в руководство или попечитель совет данного фонда. Нам были предоставлены первые списки жертв, которые не вызывают никакого сомнения, что они не являются террористами. Это вот дети, это пенсионеры, это вот, допустим, парень, который был пастух на лошади, либо расстрелянная семья, которая ехала в машине. К сожалению, фонд «Казахстан-Колхна» — он закрытый. Они сказали, что на сегодня выплатили 17 человек по 7 миллионов тенге и несколько человек по 3 миллиона тенге. 7 миллионов тенге — это семьи погибших, а 3 миллиона тенге — это те, кто получили ранения в ходе январских событий. Но, к сожалению, из-за того, что фонд «Казахстан-Колхна» очень закрытый, сегодня у нас выползает история, когда деньги получила первая супруга, которая фактически является неразведена со своим бывшим мужем, а вторая супруга, которая имеет несколько детей, но в силу каких-то религиозных обычаев, не зарегистрировав брак, осталась без денег. Есть у нас случаи, которые появились, что семья не получила денег, потому что супруга погибла, а муж тоже оказался в разводе. Дети находятся у свекрови на попечении, и непонятно, почему деньги выделили не тем людям, потому что они фактически по назначению, те, кто сегодня остался с детьми, и кто действительно нуждается, и кто имел последние контакты с погибшим, к сожалению, фонд «Казахстан-Колхна» не проверяется, и они игнорируют обращения правозащитников, чтобы выяснить, кому они выделяют деньги, на каком основании. Они аргументируют в том, что это частный фонд, и решения они принимают сами, и также, ссылаясь якобы, чтобы персональные данные не попали в сеть, публикацию, тоже отказывают нам говорить о том, кому они выделяют деньги. И на каких основаниях? Тут даже нет слов сказать, почему это так происходит. Почему мы до сих пор не знаем вообще ничего, и засекретили даже помощь людям. Да. И мы даже не понимаем, действительно ли людям помогли, какому количеству людей на самом деле помогли, и на каком основании не помогают остальным. Скажите, пожалуйста, вы еще в январе говорили о том, что вы не нашли ни одного, скажем так, среди погибших, среди задержанных, вы не нашли ни одного классического террориста, или того, кого можно было назвать террористом в этих событиях. А что имеется в виду? Когда вы говорили и говорите, если вы по-прежнему на этой точке зрения, что не было, скажем, доказано ни одного террориста, участвовавшего, вот что это значит в событиях? Ну, дело в том, что когда произошли эти события, подразумевалось, сказали, что в Алматы было 20 тысяч террористов. После это было озвучено президентом, потом буквально на следующий день было сказано, что у двух полицейских, якобы нашли, которым отрублены головы. Информация не подтвердилась. Потом, когда бывают террористические атаки, какая-то террористическая группа берет на себя ответственность. Они говорят, да, это наше круг дело. К сожалению, никакой ответственности никто об этом не сказал. На сегодня из тех погибших людей, это все граждане Казахстана и несколько граждан Кыргызстана, Узбекистана, это небольшое количество человек, наверное, один, два, среди пострадавших, которые получили огнестрельное ранение, их побольше. Но это те люди, которые жили в Казахстане не первый год, они работали где-то на рынках, значит, занимались частным извозом. То есть террористическая атака, когда приезжают непонятные люди, которые имеют какие-то свои цели, программы, которые говорят, во имя чего они совершают террористический акт, такой классический терроризм, в Казахстане не было. После этого, когда стало понятно, что нет террористов и нет террористических групп, начала озвучиваться версия, что это был госпереворот. Госпереворот, и были арестованы председатели КНБ, и его заместители позже были арестованы и отстранены от влияния на эту структуру. Ситуация начала нормализоваться. Вы помните, 5-го отключили интернет, 6-го, 5-го на ночь на 6-й у нас были мародерства по Алматы, 6-го вечера сообщили о том, что арестован Карим Масимов, 7-го озвучили, и жизнь начинала сразу входить в русло. Самое удивительное было то, что если это был террористический акт, то место террористического акта обычно, как правило, документируют, снимают, приходят всякие комиссии, которые баллистические, все отдельные, которые собирают каждую пулю. Откуда стреляло оружие, к сожалению, у нас этого ничего не было. У нас буквально 7-го числа площадь начали выметать полностью подряд. Пришла команда этих дворников, и они ничего, ни криминалистики, никакой экспертизы, ничего не было. А 10-го уже объявили национальный траур. И все это приводит к мысли, к вопросам, что это вообще было. И поэтому говорит о том, что это был классический террористический акт, у всех не было никаких сомнений, что это так не было. Был где-то госпереворот, тоже вызывает сомнения, потому что если бы власть, которая считает, что это был госпереворот, она была бы заинтересована сборить доказательств. Была бы заинтересована тем, кто нападал, кто стрелял, у кого было оружие. Но это было все смятено, и тоже возникает вопрос, а вообще, что это было в конце концов? Эксгумации. Вот одна из самых болезненных тем, вот это эксгумация захоронений, которая проводилась буквально там через неделю, через короткое время. То есть цель эксгумации – это все-таки поиск доказательств, правильно? То есть пуль, то есть характера ранений. Вот эти эксгумации, вам о них что-то известно? Для чего и почему они делались, и какого результата они достигли? Дело в том, что 6-го на площади, со слов свидетелей, находилась Копчегайская десантно-военная бригада. Я не знаю, как это правильно называют, но это Копчегайские военные, которые были с оружием, и которые, по показаниям свидетелей, они применяли оружие. Было очень много пуль, и эксгумация, которая сейчас происходит. Мы сталкиваемся, опять-таки, со слов родственников, чьи братья, сестры, дети подводят эксгумации, что после эксгумации, если находят пули в тех, кого эксгумировали, они пропадают из материалов уголовного дела. У нас сегодня есть такие факты, когда звонят родственники и говорят, моего сына хотят причитить террористам, потому что у него пуля была на вылет, на вылет, и следствие утверждает, что он пациентальный террорист. Когда родственники говорят, один случай у нас есть, где отец присутствовал на операции сына, когда его привезли с площади, он приехал в больницу, и при нем была операция, и врач сказал, что они изъяли пулю. Отец, конечно, был в шоке, и понятно, что он эту пулу не сфотографировал, а врач сказал, что он садится закон, это должен передать следствию. И на следующий день у него сын умер после операции. Операция прошла удачно, но на следующий день сын умер. Сейчас отцу предъявляют претензии, что пули нет в уголовном деле, а у его сына высокий шанс, что его сын будет признан террористом. И это такая трагедия, мало того, что он потерял сына, причем сын, это единственный сын у него, и помимо этого, что еще представитель государства не в поиске истины хотя бы своего гражданина сказать, что это будет, мы найдем правду, кто стрелял. Была пуля, и отец был уверен, что по этой пуле будет определен, кто стрелял. То есть фактически государство все делал для того, чтобы оправдать тех, кто стрелял. Потому что, учитывая, что стреляли в основном военные, по пуле можно обнаружить, с какого автомата стреляли, автомат кому принадлежит, и есть приказ президента стрелять на поражение без предупреждения. То есть фактически вся эта ниточка приводит, понятно, к кому. И поэтому они сейчас, к сожалению, следствие, могу сказать, по показаниям, которые дают родственники, заинтересовано в том, чтобы пули пропали, стрелявшие пропали, и, соответственно, нет претензий к тому, кто отдал такой приказ. Я так думаю. Это выходит с того, что мы имеем. То есть в чем смысл? В том, что экзамуации проводят для того, чтобы, по сути дела, извлекать пули и их утаивать, и потом, получается, человек убит, но как он убит? Не доказательно? Не доказано? Да. То есть человек погиб от огнестрельного ранения, пуля пропала, и концы в воду? Так что ли? Сегодня получается так, да. Сегодня мы имеем такую ситуацию, причем, так как в соответствии с нашим уголовно-процессуальным кодексом материалы уголовного дела до того, как будет вынесен обвинительный акт, не представляется, допустим, ни стороне, признанным потерпевшим, ни адвокатом, то сегодня очень многие родственники, они как бы свои домосты, потому что они звонят следователю, и следователь им не говорит никаких как бы сведений из материалов уголовного дела, как проводят экспертизу, им тоже ничего не говорят, и родственники очень обеспокоены, понятно, что никто из них не хочет, чтобы их родственника признали террористом, потому что это потом создаст какие-то определенные как бы сложности в их дальнейшей жизни, да, и они вот обеспокоены, но вот имеем, что имеем, вот, к сожалению, ситуация сегодня такова, и поэтому говорить о том, что у нас произносится с высоких трибун, когда говорит, проводит пресс-конференцию, гениальный прокуратур МВД, и говорит, идет следствие, идет следствие, я считаю, что следствие должно быть прозрачным, следствие должно быть хотя бы информативным для тех, у кого дети убиты, они должны понимать, во-первых, они потеряли родного человека, молодежь, в основном вся молодежь, и вы знаете, я смотрю на них, за что они отдали свои жизни, даже их факт смерти хотят превратить в позор. Вообще, сам позор, когда президент республики отдает такой приказ, сам позор, когда собственные военные, сотрудники Комитета национальной безопасности стреляют в своих же мирных граждан, еще больше позор, когда люди убиты, их эксгумируют, а совсем позор, когда эти люди не могут узнать, вернее, родственники этих людей не могут узнать, за что их дети убиты, понимаете? Какое-то правовое государство, о чем можно говорить? А заявление, которое, вот, казалось бы, так долго ждали, заявление прокуратуры как раз о том, что выдавались от 20 до 100 долларов за участие в митингах, и понятно, обвинительный уклон, понятно, куда они клонят, они хотят, скажем, людей, которые сейчас находятся у них в руках, посадить на долгие сроки. Да, то есть, вот, когда это заявление прозвучало, вот, вы, именно с юридической точки зрения, как вы его можете охарактеризовать, то есть, вот, как юрист? Ну, вы знаете, дело в том, что от 20 до 100 долларов это сказка, которая рассказывает у нас уже долгие годы, примерно такой же мотив был, когда у меня были же наузенские события, когда были события 1986 года, говорили, тоже платили деньги, раздавали водку, раздавали наркотики, и в данном случае, когда я начала собирать информацию после 5-го числа, у меня поступила информация с Тараза, из Чемкента, о том, что те провокаторы, которые собирали молодежь, специфика вот этих протестов, те, что, та, что они собирались в вечернее время, у нас, когда мирные граждане выходят на протест, они выходят днем, у нас по закону о мирных собраниях, у нас можно протестовать до 21.00, потом всякие протесты запрещены, здесь собирались протесты, начались с 7 вечера, с 7 вечера, и причем они были рассчитаны именно на молодежь, которая сидит в барах, сидит где-то во дворе, они собираются там, значит, разговаривать между собой, тусуются, причем, когда эти провокаторы пошли, вот, как это происходило в Таразе, была какая-то группа 30-40 человек, они собрались тоже на окраине, и когда доходишь до центра, это примерно, вот, допустим, в Алматы, это 13 километров, 7 часов они собрались, да, заходят в микрорайон, собирают всю молодежь, которые сидят во дворах, и когда они проходят, они заходят 40 человек в микрорайон, оттуда выходят уже 200, потом эти 200 человек идут, там собирают обывателей, собирают бомжей, собирают те, которые сидят в кафе, да, видят, идет толпа, и причем кричат на родину напали, что ты сидишь, иди защищай, конечно, молодежь, когда не видишь такие вот толпы людей, которые идут, присоединяются, а что там происходит, куда они идут, и вот так, начиная с 40 человек в Алматы, например, и 40 человек, которые в Таразе, в Таразе до площади дошло 7 тысяч, в Алматы с трех мест пригорода, пройдя 13 километров по улице Тулеби, где находятся все базары, все магазины, все кафе, на чем они на площадь собрали порядка 20 тысяч человек, то есть это такая политтехнология создания массовых беспорядков, и понятно, что там была группа, которая говорила, надо идти туда, надо идти туда, вот учтите, вот мы с вами граждане, откуда мы знаем, где оружейные магазины, даже не знают, где находится департамент полиции, где находится КНБ, они знали всех, они за ночь ограбили 7 оружейных магазинов, ограбили чуть ли не все департаменты полиции, зашли в КНБ, и все это было им известно, откуда они все это знали, где находится телевышка, где находится, я не знаю, на Коктебе даже сказали, тем более аэропорт, это одно, и второе, с чем они столкнулись, что не было полиции, полицию 5 числа почему-то сказали, что они получили приказ, и все исчезли, 5-6 город был отдан на мародерам, откуда это, то есть здесь видно какой-то механизм руководства, механизм, который имел полномочия отдавать полицию, уйти с улиц, был полномочий, где Акимат полностью исчез, эвакуировался сам, то это связано, наверное, действительно с Комитетом национальной безопасности, это первое, во-вторых, похожий сценарий был во всех девяти городах, где стреляли, один в один собирали на Украине, шли в центр, собирали всех по дороге, и маленькая масса превращалась в огромную, везде один и тот же сценарий, брали Акиматы, полицию, и применяли оружие, и вот отсюда получается вот такой сценарий, я забыла, о чем вопрос, ушла в сторону. все правильно, вы рассказываете, собственно, о том, что произошло, как происходило, какие механизмы были включены, знаете, я еще вот о чем хотел спросить, да, то есть, ведь есть достаточно четко, вот, из тех, кто сейчас задержан, да, то есть, из тех, кто сейчас остается в удержании, в полиции, и так далее, вот, там же достаточно четко есть разделение, да, то есть, есть люди, которые задержаны, ну, грубо говоря, по свидетельствам камер, да, то есть, в магазинах, еще где-то, которые, собственно, забрали, потому что они так или иначе засветились на камерах, когда они грабили магазины, да, то есть, и в принципе с этими людьми более-менее все понятно, да, и есть другая группа людей, которые на основании других, скажем так, данных удерживаются, вот, как раз про вот этих людей, на основании каких данных, то есть, с теми, кто удерживается на основании камер наблюдения, да, то есть, понятно, хотя их тоже нельзя пытать, да, то есть, нет таких правил, что если ты поймал мародера, то ты должен его до смерти замучить, да, то есть, нет такого, вот, и вообще говоря, пытать нельзя никого, да, это абсолютно право, хоть вор, хоть мародер, хоть кто, пытать никого нельзя, но с теми людьми, по крайней мере, есть обоснования, а вот с другими людьми, которые удерживаются, да, что с ними? Ну, вы действительно, вы правы, так называемые мародеры, это статья 188, кража, кража и личные, это, ограбление личного имущества, и там есть еще 291 статья, где вот с оружием связано, которые когда они грабили оружейные магазины, и причем с оружейных магазинов невозможно было использовать оружие, потому что на всех стоял замок, это вот эти техники, вот, и поэтому они не стреляли однозначно, стреляли другие, в Алма-Ате, по официальным данным, убито, примерно, сейчас, я боюсь неправильно сказать, где-то 167 человек, по-моему, было озвучено, кто-то их же убил, это одно, во-вторых, те, кто попались в магазины, они почти все отпущены, потому что, значит, над ними проводят суды в ускоренном порядке, это считается преступлением небольшой тяжести, да, и почти все, кто попал на камеры, было доказано, они возместили, либо принесли все, что украли, если, допустим, это утирин, возместили, и из этого количества, там, больше 200 человек, 17 были лишены свободы по приговору, в связи с тем, что там, знаете, все это закрыто, я предполагаю, либо они не возместили, либо там сумма ущерба была большая, примерно так, по 272, это так называемая статья массовой беспорядки, 269, захват государственных зданий, и 255, это акт терроризма, над ними суды еще не начались, но уже два дела уголовных в Шемкенде переданы в суд, и мы сейчас ожидаем, когда назначат дату судебного заседания, вы знаете, там все обвинительный акт на двух листах, на двух листах, и причем на двух листах общими фразами, он был на площади, он, значит, там стоял, говорил что-то, да, он там якобы что-то зашел в Акимада, то есть на двух листах, и понятно, когда вот такие составляют обвинительные акты, все обвинения строятся, как правило, на признание вины, понятно, что эти люди и у всех почти статус ранее не судим, понимаете, и когда люди ранее не судимы, никогда не сталкиваются с нашей полицией, когда тебя бьют, и когда тебе говорят, мы тебя освободим, если ты признаешь вину, да, но дадим тебе условный срок и выпадет, так как к ним нет доступа, там, допустим, профессиональных, независимых адвокатов, человек находит такую ситуацию, он где-то соглашается, есть такие случаи, потом время работать, по большому счету, на следственного задержанного, потому что первичный шок проходит, потом они там общаются между собой, у кого-то профессиональный адвокат, у кого-то там адвокат, он вообще за эти три месяца ни разу не видел, они общаются с собой, меняют адвокатов, родственники приходят от шока тоже в себя, и они понимают, что если они не будут, если они будут молчать, и они не будут говорить о проблеме, что действительно будут получать реальные сроки. И здесь уже сейчас мы видим, что родственники не хотят молчать, и когда вот первый шок прошел, и когда обвиняли по статье о терроризме, и алматинцы, они, как правило, всегда были активны, они ходили в прокуратуру, проводили митинги, там протесты, да, и основную масту удалось отбить, вытащить под изменением меры пресечения, то сейчас у нас остались те, которые из аулов, деревень матери, знаете, вот таким кнопочным телефоном, они даже не знают, что такое интернет, очень много детей уралманов, которые там, и они, эти бедные женщины, уже увидев, что кого-то освободили, и увидев того, что там были правозащитники, там были профессиональные юристы, там были еще родственники, да, и они ищут какие-то пути, чтобы, допустим, уже говорить о своих проблемах. Но первая волна у нас прошла, и власти посредством комиссии Аманат и Ахихат смогли сбить вот эту волну протеста, несправедливости, то сейчас, вот вчера, как сказала генеральная прокуратура, более 625 человек, надо цифру уточнить, да, находятся еще последствия, это остались те, которые, как бы, меньше всех знают свои права. И еще в этом списке остались активисты, которые ранее знают историю мирного активизма. Вы знаете, вот сейчас мы готовим список для экспортного совета, у нас вчера мы подготовили 13 человек, у нас еще 15 человек, 28 человек, это активисты, которые долгие годы выходили на мирный протест, и которые имеют судимость по 405-й статье, так, как соратники Мухтара Блязова, и в отношении них не распространяется ни изменение мира пресечения, в отношении них не распространяется рассмотрение прокуратуры, допустим, их дел, и где-то в сторону послабления. Наша власть, я как правозащитник, чувствую, что они хотят эту группу людей, 28 человек, сделать козлами отпущения, потому что там есть случаи, где женщина, она даже вообще не ходила на митинг, она не ходила на митинг, она была дома, но она в фейсбуке написала пост поддержку жена Узена, ведь митинги начинались с поддержки жена Узена, никто же не знал, что они через день передают массовые беспорядки, и за этот пост, что написал поддержку жена Узена, не доходя даже ее сейчас обвинять в поддержке массовых беспорядков, понимаете, и таких случаев много, и в Алмате Дархан Валиев, он имеет историю мирного активизма, это не случайный человек, который, как молодежь, сидела в кафе и пошли, он пошел в поддержку жена Узена, и он действительно имеет осуждение по 405-й статье, и он пошел, и он там успокаивал, как человек ответственный, человек, у которого есть дети, и который имеет активную гражданскую позицию. Сегодня на него, вернее, в начале, у него была статья 255-я, акт терроризма, а сейчас ему переквалифицировано 272-ю, но его случай, это вообще уникально, есть свидетели, есть даже видео, где он наоборот успокаивал бесчинствующую провокатору, говорил, это нельзя делать, помогал тем, у кого были ранения, и он на следующий день пошел в розыск как брата, он пошел в розыск как брата, вначале пошел в полицию, он думал, что у него брат задержан, ему не дали информацию, он пошел в морг, в морге, короче, в морг его послали, сказали, большая отча, он пошел обратно в полицию, понятно, что человек взвинчен, понятно, человек беспокоится о том, что произошло, такая трагедия, и вот когда он пришел из морга обратно, пришел в департамент полиции, и начал, когда ему обратно начали посылать куда-то ищи там-то, он взорвался, начал кричать, начал говорить, ну, понятно, в эмоциональном состоянии, и в этот момент, когда он покричал, накричал на них, что на них вообще это беспредел, что на них никакое право, что там и какие-то еще какие-то слова, порывы эмоций, и он ушел обратно в морг, через 15 минут, как мне сказали, начался штурм этого полицейского участка, и почему-то теперь следствие считает, что Дархан, который в эмоциональном порыве в поисках своего брата наговорил кучу проблем, оказывается, был вместе с этими террористами, понимаете, и все это вот клеится вот на таких ниточках, таких зыбких, да, но я знаю, как у нас вообще строится обвинительный акт, и как проводятся следствия, а потом как-то рассматривают суды, да, я не удивлюсь, что суды, которые имеют корпоративную солидарность вместе с прокурорами, со следствием, я не знаю, с какими-то государственными адвокатами, которым основан в большинстве это бывшие следователи, которые, как, не скредитировали свою профессию, были уволены, они все идут адвокатами работать, да, к сожалению, проблема настоящих адвокатов в Казахстане стоит остро, и его сейчас хотят судить, не судить, еще следственные действия не кончили, но ему предъявляют обвинение вот в этом все, все это строится вот на таких актах. Брат убит, он в морге, его посадили, через день его супруга нашла брата, брат в морге, они его похоронили. Представляете, какая трагедия? И таких трагедий, я могу сказать, чуть ли не все, потому что я как правозащитник считаю, что есть презумпция невиновности, пока мне не докажут их тренировочные лагеря, как они стреляли, как они обучались убивать людей, пока не покажут списки, где они получали заработную плату. Для меня все эти люди – мирные граждане. Бахаджан, скажите, пожалуйста, вот у нас наш обычный пенсионер вдруг проводит встречу в детской библиотеке, и буквально через неделю нас начинают менять Конституцию и в Конституцию вносить положение о первом президенте Казахстана. То есть вот все, что происходило, это все ради чего? То есть они что? Они наобещали нам всего, испугавшись? Они этот фонд создали, про который сейчас уже все забыли, никто в него деньги не скидывает. Они наобещали реформ, вот, а теперь они занимаются реставрацией? То есть что происходит? То есть по сути дела вышли люди на мирный митинг по защите своих родственников задержанных, да, то есть сказать свое мнение. Их арестовали. Обращается сын Нуркодилова с просьбой пересмотреть дело о суициде своего отца, да, ему отказывают в пересмотре дела, причем просто отказывают, да, а первый президент у нас вносится в конституцию. Почему-то инициировано изменение конституции? Это что, самое время сейчас и самое вообще необходимое вносить поправки в конституцию? То есть вот реально что происходит? Общество успокоилось, все расслабились, все, никаких ни у кого нету больше вопросов, что ли, к власти, к президенту действующему. И все. Ну, знаете, наша трагедия в том, что мы еще живем при, как бы сказать, автопилот, автодвижении, который идет с бывшего Советского Союза, когда мнение общества, когда граждане не участвовали в управлении государством, когда полностью мнение общества было запрограммировано, которое фальсифицируется и определяется якобы на псевдовыборах, и власти не оглядываются при принятии решения, а что скажет народ. Понимаете? И сегодня сложилось, столько людей погибло, власти даже не напрягаются, как на это будет реагировать общество. Они даже не напрягаются, внося какие-то поправки в Конституцию, а что скажет народ. Если бы народ имел активную позицию в управлении государством, то, что ему гарантирует Конституция, он бы шел на выборы и выбирал бы того, кто ему его устраивает. Если бы народ участвовал в управлении государством, то сейчас за погибших 238 человек, я говорю официальную статистику, на площади, уже более четырех месяцев стоял бы 500 тысяч человек и говорил, мы требуем, чтобы сказали истину, мы требуем назвать их имена, мы требуем наказать виновных. Фактически народ сам самоустранился от управления государством, как я говорю, и мы имеем ту власть, которой мы этого достойны, своим безразличием, равнодушием, своим страхами, своими, может быть, какими-то теми, вот на эти, которые уже на генетическом уровне сидят в нашем народе. Якобы барин придет, барин решит для нас все наши проблемы, либо государство должно нам второе, третье, четвертое. Вы знаете, я очень уважительно отношусь к украинскому народу и искренне сочувствую то, что там сейчас происходит. Это огромная трагедия, и это действительно сотни, уже не сотни, тысячи убитых. И наш народ искренне сочувствует украинцам, собирают деньги, даже есть волонтеры, которые туда поехали, собирают и проводят митинги. Скажите, пожалуйста, проводят тысячные, а у нас своих, которые убиты, мне даже стоит сказать, мы за четыре месяца собрали 636 тысяч деньги. Для Украины за две недели собрали 180 миллионов. Понимаете, вот этот на генетическом уровне наша беда свои подождут, свои, знаете, лучшие для гостя, для своих по остаточному принципу оно срабатывает против нас. Понимаете, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы уважали в первую очередь себя, достали государству уважать права каждого человека, кем бы он ни был, уважать права детей, многодетных матерей, где бедные многодетные матеря просят какое-то пособие, чтобы прокормить своих детей, чтобы мы наконец, чтобы был нормальный суды. Суды у нас никто не обращается, полиция у нас полностью коррумпирована, мафиозна, у нас люди боятся обращаться в полицию, у нас полиция боятся больше, чем бандитов. то есть у нас такие условия, потому что граждане, имея вот этот, знаете, советский такой, знаете, навет собственного бессилия в свои силы, свои права, чтобы восстанивать их своих прав, отказ от своих прав, чтобы государство заставлять прислушиваться к себе, привело к тому, что мы имеем. сейчас, вы говорите, что вы спрашиваете, мы сейчас тонем, и тонем глубоко, и самые прогрессивные, которые не хотят с этим мириться, они не идут на площадь, они просто либо уезжают, либо совершают, к сожалению, суицид. У нас граждане, почему происходят матери, которые убивают своих детей и простаются сами, потому что для них выход, выход, не идти на площадь вместе с детьми и стоять насмерть, добиться соблюдения своих прав, им легче, бросить троих детей и убить саму себя. У нас женщины, которые подожгла сама себя, то же самое. То есть у нас, знаете, перевернуте, атрофированное понятие собственного уважения, собственного достоинства. Нет этого. У нас люди ищут проблему в себе. в отношении к государствам. Хотя они должны искать проблемы, государство создало им такие условия и государство заставить делать то, что оно должно делать. Тем более они этих чиновников содержат на своей налоге. У нас, к сожалению, вглубь себя и у нас фактически сегодня, пока мы не поменяем вот это направление, вернее, пока люди не поймут, что их проблемы не в себе, а именно в государстве. Тогда перестанем тонуть. Я не знаю, когда будет дно, но сегодня мы тонем. У нас государство продолжает разговаривать с народом, как во времена хамурапи, то есть какие-то вывешиваются дзебао, или там, я не знаю, как в средневековые времена, когда к дверям церкви приколачиваются какие-то, значит, листы и вот это у нас общение государства с народом, то есть где у нас люди, которые могут выходить, разъяснять, объяснять, спорить, шутить, в конце концов, да, с народом, которые могут защищать какие-то государственные, значит, сообщения, то есть у нас таких людей, по сути дела, нет, но у нас выходят, нет, пытаются, конечно, но это лучше бы не пытались, то есть вышел министр обороны и оскорбил народ, да, вышел министр экономики и рассмешил народ, да, то есть, а где, собственно говоря, люди, вот вы сказали про Украину, да, то есть там каждый на самом деле аким района, это публичная звезда и он может на самом деле на любой вопрос ни с кем не согласовывая в любой момент легко и свободно говорить и он не боится, потому что бояться-то нечего, давно бояться нечего, а у нас президент у нас когда последний раз давал интервью, одно дал на русском, одно дал на казахском. Это перед хабаром, да, вы хотите сказать? Да, и, собственно говоря, все. Здесь, еще, у нас, к сожалению, еще, может быть, всем, что мы среднеазиатская страна или в силу нашего менталитета, у нас, к сожалению, у нас еще развито так называемое самообичевание, если нет такого понятия солидарности хотя бы на почве того, что национальных каких-то чувств и приоритетов. Осенние политические реформы, а вы верите, что они состоятся? Или это уже все, это сказано было, когда было страшно, а теперь уже бояться нечего и не будет никаких политических реформ? Да, я согласна с вами, бояться нечего, и учитывая, что сейчас положение Тукаева, она зыбкая в связи с тем, что если он ранее опирался на Путина, и у ДКБ сегодня, к сожалению, это не тот фундамент, на чём нужна опираться, и он уже, может быть, где-то будет, а общественное мнение и народ, он не опирается, учитывая, что он, оказывается, может расстрелять всех без предупреждения, то, думаю, все эти политические реформы, это просто заигрывание, даже не с нами, а заигрывание с другими международными организаторами, где он ищет опору, вот, и поэтому, учитывая, что за три года те поправки, которые уже были реализованы, в частности, закон о мирных собраниях, который фактически, по сути, ничего не изменил, то, я думаю, что те, то, что было им анонсировано, это тоже так называемая шелуха, это тоже такие, знаете, полностью, это как бы сказанное, а на самом деле реализация будет такая же, как есть, чтобы сохранить им собственную власть. Бахаджан, вы верите в будущее Казахстана? Ну, если бы я не верила, я бы здесь не жила. Я не могу сказать, чтобы будущее Казахстана будет печальным. Нет, я не думаю так, я оптимист, я вообще по натуре оптимист, да, я вижу, какая у нас молодежь, я вижу, как у нас развивается искусство современное, я вижу людей, которые вселяют, вы знаете, своим свободолюбием оптимизм. Единственное, я хочу сказать, молодежи, не уезжайте, а страна для вас. Да, вы должны принять решение и, оставаясь здесь, решать, какого она должна быть. Мы уже, да, в силу нашего возраста нас уже не поменять, и самое главное, вы должны понять, что не поменять те, кто находится сейчас во власти. Это старое, завирусованное, коррупции, непотизма. Всеми грехами, которые свойственны для власти, эти люди неисправимы. Молодежь сама должна строить свое будущее, и она должна строить в Казахстане. На Западе, да, хорошо, но ездить туда туристами. Берите все лучшее и делайте нашу страну процветающей. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»